Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня в меню мясной рулет. Понятно, что вариантов миллионы, напихать в него можно чего угодно. Я сегодня собираюсь использовать филе индейки. Это не жирное мясо, а жир, как известно, основной проводник вкусов, потому что большинство ароматических веществ жирорастворимы. Кроме того, жир в изделиях из фарша создает ощущение сочности. И, наконец, мясо индейки гораздо более нейтральное по вкусу, чем, скажем, та же самая говядина. Поэтому, чтобы добавить рулету вкуса, нужно использовать как можно больше ярких продуктов. Итак, в качестве такого источника яркости я буду использовать вареный копченый бекон, а в качестве источника сочности у меня будут овощи. Это цукини, лук, сладкий перец и томаты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот соус мне понадобится чуть позже, пусть томится, а я пока настрогаю все остальное. И надо все соединить. Теперь важный момент. При тепловой обработке и мясо, и овощи выделят сок. Вот, чтобы хотя бы частично его сохранить, я добавлю в фарш панировочные сухари. Они этот сок впитают, конечно, не весь. Ну и, кроме того, добавлю всякого разного еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь все старательно перемешать и выложить форму для запекания. Ну и для пущей красоты еще и сыра добавлю. Самый центр рулета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом все труды завершены. Сейчас отправляю рулет в предварительно разогретую духовку. Для контроля готовности я буду использовать термощуп. Регулярно меня спрашивают, где купить гаджеты. Сейчас все делается в Китае, как мне кажется. Я вот этот купил на Алиэкспрессе. Ссылку в описании ролика оставлю. Конкретно он мне удобен тем, что имеет в комплекте сразу четыре термощупа. То есть можно одновременно видеть температуру сразу в четырех зонах. Я, например, когда колбасу готовлю в духовке, располагаю один сверху, щуп, другой снизу и два в разные батоны втыкаю, если батоны разного диаметра. И одновременно все это дело вижу. Очень удобно. Давайте отправим уже в духовку все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Температура 180, верхний и нижний нагрев. К тому же на телефоне все температуры отображаются при помощи этого гаджета. Время приготовления очень сильно зависит от формы и от реальной температуры в духовке. От формы, я имею в виду, от ее размера. Если у вас фарш в вашей широкой форме расположился относительно тонким слоем, то, естественно, он прогреется гораздо быстрее, чем у меня, где он такой вот в сечении квадрат получается. Что касается температуры готовности, тут, опять же, все на ваш вкус. Я бы сказал так, что минимально необходимое 76 градусов, максимальное 96-98 край. При 76 это 70 колбасная температура, в данном случае индейка, сальмонеллез, все дела, поэтому 76 нижнюю границу ставим. Мясо на срезе при 76 может оставаться розоватым, потому что в составе фарша большое количество зелени. Зелень содержит чудовищное количество, потому что не нужно, нитратов. Нитраты в составе колбасы превращаются в нитриты, они реагируют с меглобином, гемоглобином. На выходе мы получаем розоватую, а то и розовую, откровенно, такую же, как колбасу, продукцию. Встретимся на пробе. Долгожданный момент пробы. Всего у меня в духовке этот рулет провел в общей сложности примерно час 35 минут. Это для ориентира. В вашей духовке все может быть по-другому, потому что и термометры врут, и форма, как я сказал, уже может быть разная по размеру, поэтому не ориентируйтесь. Так, ну начну я, наверное, с вот этого вот куска снизу с огромным количеством сыра. У меня моцарелла, но это не рассольная моцарелла, которая вот на пиццу, на дешевую, кладут. Зато она тянется хорошо. Большое количество овощей использованных, вот этот лук, перец, цукини, создало очень сочную и очень такую воздушную текстуру. Это классно. Так, дайте по-поджаристой пройдусь. Ну-ка. Чудесно. За счет вот этого большого количества пряностей, которые я использовал, и орегано, и базилик. И за счет вот этого классной пасты, которую я использовал. И за счет помидоров, конечно. Это очень яркий, очень вкусный, очень классный рулет. Слушайте, с рулетами можно фантазировать как угодно, добавлять что угодно. По-разному делают. Все равно получается вкусно. Очень вкусно. И основное правило, которое я использую при приготовлении своих рулетов, такое. Чем более пресно, чем более никакое мясо, тем больше добавляю ярких ноток. Вот этих вот в виде овощей, в виде бекона и прочего. Если мясо и без того, достаточно яркое, интересное, то можно уменьшить количество овощей. На этом позволю с вами попрощаться. Я буду за кадром. Все это дело есть. Мой оператор тоже уже рвется в бой. Тоже хочется делать стрескать. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok